В лугах ромашковых березовых краях Мне светит солнцем ясным Родина моя Я по земле родной хожу, не нахожусь Я волей-воленою дышу, не надышусь Родина ясноглазая Ты неразлучна со мной С малых лет к тебе привязан я Словно к матери родной Не посчастливилась родиться на Руси Улетай на крыльях ветра Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала! В своих работах о славянской тематике Я часто использую произведения живописи русских художников-славянистов И сегодня я хочу познакомить вас с самыми известными и талантливыми из них, на мой взгляд В своих картинах они открывают перед нами дверь Глубины нашей многотысячелетней истории Позволяют заглянуть в наше славянское прошлое Когда на окраинах наших городов и селений Запросто можно было увидеть мудрого волхва Стоящего среди идолов на настоящем капище Я желаю вам приятного просмотра Присаживайтесь поудобнее Будет очень интересно Ольшанский Борис Михайлович родился 25 февраля 1956 года в Тамбове Советский и российский художник-славянист Продолжатель традиций русской школы живописи Автор более 300 картин Родился он в крестьянской семье С детства увлекался живописью Свои ранние работы посвящал сельскому быту В 1980 году окончил Пензенское художественное училище имени Савицкого В 86-м Суриковский институт в Москве Творчество Ольшанского отображает русский фольклор В своих работах художник старается представить повседневную жизнь людей дохристианской Руси Следуя историческим фактам и свидетельствам современников Персонажи на его полотнах полны спокойствия и уверенности Отличительная черта его работ – преклонение перед чарами природы и красотой Родины Перед чистотой настоящей женщины и туманом прошлого Что все еще белеет в сердцах нынешних людей Многие его работы посвящены потальным сценам Начиная с 1993 года Ольшанский выставлял свои картины в областных, республиканских и зарубежных выставках Ольшанский выставлял свои картины в областных, республиканских и зарубежных выставках Ты в край родной, родная песня наша Туда, где мы тебя свободно пели Где было так привольно нам с тобой Иванов Севолод Борисович Родился 14 августа 1950 года в городе Беломорске Начинал как самодеятельный живописец В 1978 году закончил Тверское художественное училище имени Венецианова Получив специальность художник-оформитель В дальнейшем работал по профессии и занимался графикой Участник отечественных и зарубежных выставок В своем творчестве обращается к теме Руси изначальной На официальном сайте художника Стенители живописи найдут настоящую сокровищницу духа человека Горячо любящего свой народ и свою родину Севолод Борисович говорит, цитирую С молодых лет я знал Искажена история средневековой Руси Сфальсифицирована новейшая история Однако за истекшие десятилетия стало возможно Издание литературы о подлинной древнейшей и древней летописи русского народа И мне, человеку, которому стукнуло 50 лет Пришлось как школьнику осваивать это великолепие Цикл «Ведическая Русь» буду продолжать до конца отведенного срока жизни Мое творчество – мостик в солнечный и прекрасный мир нашего русского прошлого Творя, я сам в него погружаюсь Осознаешь, что власть кисти, несмотря на развитие фото, кино и анимации Все так же сильна, как и 200 лет назад Субтитры создавал DimaTorzok Художник-живописец Угланов Александр Борисович Родился в славном небольшом городке Тверь в 1960 году В 1979 году из стен художественного училища имени Венецианова Вышел уже готовый мастер, который готов был представить миру свои творения С первых лет своего обучения Угланов показывал особую любовь к древнейшей Руси Но при этом был успешен во многих других направлениях Его чарующий мир образов наполнен волшебными красками Именно он создал мир сказочной Руси, который заставляет нас поверить в волшебство Со временем художник формирует свой стиль В котором отражается любовь к родине Понимание сущности природы Любовь к народу И обращение к древней Руси Его картины можно встретить на лучших коллективных выставках мира Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Елена Давидова родилась в Ленинграде 13 января 1971 года Сегодня Елена Давидова работает и живет в Москве За ее плечами осталась Тишкинская художественная школа Петербургская государственная академия декоративно-прикладного искусства И дизайна имени Барона Штиглица Во всех художественных полотнах Елены чувствуется нескрываемая любовь к России, к ее великому прошлому Елена Давидова занимается художественной иллюстрацией, художественным дизайном Занимается разработкой различных компьютерных игр, текстильным и трикотажным дизайном Субтитры подогнал «Симон» Родился талантливый русский славянский живописец Семочкин Владимир Валерьевич 10 октября 1980 года в Тамбовской области в поселке Ржакса Профильное образование по специальности живописец получил в 1999 году, закончив Пермское профессиональное художественное училище номер 65 Валерий Семочкин говорит, что телевизор он не смотрит, а вместо этого уходит вглубь леса и общается с лешим Особенно больно художнику смотреть, как уничтожают матушку природу Весь лес, некогда бывший чистым и красивым, стал большой свалкой мусора Говорит он, Владимир любит погружаться в русскую древность и разбираться с корнями древнейших слов Работает Валерий Валентинович в различных жанрах Живопись, резьба по дереву, чеканка, мозаика, графика Андрей Алексеевич Шишкин, известный мастер своего дела Родился в Москве в 1960 году Здесь он живет и творит и ныне Занимается живописью с начала 2000-х годов И в настоящее время работает в частной студии Художник работает в стиле реалистичной академической живописи И создает картины, которые обладают большой энергетикой, глубиной и выразительностью В основном автор известен своими портретами Также некоторые работы использовались в качестве иллюстрации к историческим произведениям и сборникам славянской мифологии Кроме того, Андрей неоднократно создавал росписи для храмов Выпускаются открытки с его работами Еще одна грань его таланта – это создание художественных копий Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Андрей Клименко родился 12 июня 1956 года в поселке Щетово-Антрацитовского района Луганской области В 1975 году закончил Луганское художественное училище После службы в армии поступил в Московский институт имени Сурикова Где в 1988 году получил диплом живописца Первая персональная выставка образы славяно-русского и скифского эпоса Прошла в феврале-марте 1990 года в залах общества охраны памятников Особое место в нашей жизни занимают мифы и легенды Предания старины глубокой Именно их рисует не так уж и много художников Андрей Клименко – один из них Тематика его картин в основном сюжеты из истории Древней Руси Темы славянской культуры и верований Корольков Виктор Анатольевич родился в Хабаровском крае В селе Черная Речка в семье военнослужащего 17 октября 1958 года Профессионально заниматься рисунком и живописью он начал с 1973 года В изо-студии при Доме пионеров номер 2 города Пензы В 1977 году он поступил в Пензенское художественное училище имени Савицкого Изучая сейчас историю мы видим сколько ученых, философов, политических деятелей Обращаются к истокам древних русичей, их духовности Много людей в угоду своим целям пытаются вычеркнуть первое столетие Руси из прошлого нашего народа Перечеркнув все завоевания наших предков, переписать историю великого народа И именно наш земляк занялся написанием картин по славянской истории Чтобы мы помнили и знали духовные, религиозные и культурные истоки наших предков Все работы по славянской мифологии и особенно цикл «Русь языческая» Выполнены в традициях русского модерна в стиле фэнтези С использованием славянского и азиатского орнамента и символики Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сухинин Сергей Николаевич родился в 1963 году 2 марта в городе Измаиле Одесской области Обучался в детской художественной школе В 1982 году закончил с отличием среднее техническое морское училище в городе Измаиле В 1985 году отслужил в армии С 1982 по 2000 год ходил на судах Побывал в южных и северных морях и океанах Евразии, Малайзии, Индии, Японии и Индонезии С 1995 года начал основательно заниматься живописью и графикой Толчком послужило пребывание в Венеции, знакомство с художниками и посещение Тицианской академии вояния и зодчества Работает в жанрах пейзаж, портрет, фэнтези В своих работах мне хотелось больше выразить сущность образов и действий, говорит Сергей Сухинин Картина более похожа на мгновение Рассказ, где присутствуют персонажи богов, людей и природы из далекого прошлого Романтизм и символизм – одни из главных критериев темы Романтизм, ностальгия по давно ушедшим временам, благодати, эпохи богов и богинь, цвета и гармонии Там так ярко солнце светит, родные горы светом заливая В долинах пышнороды расцветают, и салонки поют в лесах зеленых Дорогие мои подписчики и гости канала, я благодарю вас за просмотр Живите по праве, делайте себя и окружающий мир добрее И будьте здоровы и счастливы!